В городке у нас когда-то, жил веселый, как и вестер, дирижировал оркестра. Открытие выставки декоративно-прикладного и художественного творчества в Самарском дворце ветеранов началось с выступления вокального ансамбля «Дольче». Экспозиция насчитывает более 40 работ от 30 участников. Выставка проходит в рамках проведения конкурса фестиваля творчества ветеранов «Никто не забыт». В публике представлена не только картина, здесь можно увидеть поделки из бисера и лоскутного шитья. Одной из особенностей выставки стало то, что в ней приняли участие представители разных поколений. В 2011 год мы проводим этот фестиваль-конкурс, и интерес к нему не прекращается, потому что тема, она вечная. Это победа народа в Великой Отечественной войне, это память о наших предках, это связь поколений, это гордость за народ, за людей, которые в нечеловеческих условиях, но победили. Нашим фестивалем мы говорим о том, что да, как важно любить Родину, и все те, кто принимает участие, их по-настоящему можно назвать патриотами своей страны. По решению членов жюри было отобрано 8 победителей конкурса в номинации «Художественное» и «Декоративно-прикладное творчество». Одним из них стал военный летчик Анатолий Розанов. Изобразительным искусством он занимается почти 10 лет. За это время у него накопилось более 300 картин, которые он пишет исключительно маслом. Идеей для работы на конкурс он вдохновился, когда посещал Севастополь и увидел диораму с подводной лодкой. Это подводная лодка, это щука. Самая такая распространенная, самая такая, ну, можно сказать, боевая в годы Великой Отечественной войны. И вот матрос готовит, так сказать, подарок, ну это в кавычках подарок, для того, чтобы снарядить эту подводную лодку вот такими торпедами. Жюри еще предстоит выбрать, кто победит в номинациях «Вокал», «Декламация» и «Театральное искусство». Итоги конкурса и награждения лауреатов состоится 20 апреля. Максим Магомедов, Сергей Баскин, События.